Легион здесь, мои дорогие друзья! Всем привет, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игру Мезом Печка. В прошлой серии у нас произошёл конфликт, и нам теперь нужно бежать за Асей, под дождём, и узнать, что с ней случилось. Но хотя, мы это и так с вами знаем. Время прошлого, часть 7, начинаем. Чего притащился? Позволь спросить, Петя. Тебе совсем на меня наплевать? И я... Твои выходки сводят меня с ума. Мне остаётся только гадать, что за коленца... Что за коленца ты выкинешь в следующий раз. Это не даёт мне жизни. Ася. Помнишь, ты обещал искупить свою вину за предательство? Ася, неужели... Без неужели... Я молчала, выжидая подходящего случая. Видимо, чувствовала, что ты всадишь нож мне в спину. Вы уверены, что хотите заставить меня искупить вину именно сейчас? Просто мне оста... Остачертело плясать под твою дудку. На вашем месте я бы повременил. Что, страшно, когда за тебя принимают решение? А вы настолько беспокоены, что хотите взять меня под контроль? Не преувеличивай. Никакое ты не... Самое, что ни на есть контроль. Всё потому, что я не могу отказаться. И вы знаете это. Что ж, если таково ваше желание... Посмотри мне в глаза. И скажи, чего ты, чёрт подбери, от меня хочешь? Знаешь, на всём белом свете не найдётся того, кто бы тебя понял. Всё, что ты натворил. Только я могу тебя понять. И чем ты мне отплатил? Ася. Я так не могу. Ситуация с китой и союзом справедливости. За день тебя, кто заживое, ты словно с катушек слетишь. Слетаешь. И тогда тебя не остановить. Сносишь всё на своём пути. И ты хочешь, чтобы я с этим смирилась? Простите. Я не знаю, как вас ещё успокоить. Однако, заставлять меня искупить вину – не лучшая идея. Я и без этого исполню практически любую вашу просьбу. Ты же... Разумеется, это не значит, что я сделаю всё. Но я уверен, что вы не станете просить меня о невыполнимом. И эти. А что, если я предупрежу Павла? Скажу ему, чтобы он продал часы и бежал без оглядки. Прошу тебя, не вмешивайся. Просто ничего не делай. Хорошо, постараюсь. Предупреждайте Павла, если хотите. Я не буду вас останавливать. Неужели? А как же твои часы? Что молчишь? Ты и правда не будешь меня останавливать? Я не прекращу поиски часов, но и вам мешать не буду. Я знаю, что только сделаю вам больно. Думаете, мне это под силу? Как скажешь. Тогда я пойду. Ася, подожди. Ну иди, давай. Стоит он ещё. Простите мне эту мою одержимость часами. И мои попытки удержать вас сейчас. Ася, я тот, кто я есть. Низкий человечишка. Тот, кто отправился в Харбин с намерениями умереть, но струсливо сбежал. Меня переполняет ненависть к отцу, однако я не могу расстаться с проклятыми часами. Я знаю, кто ты. Подлес, который по собственной прихоти притащил за собой двух людей. Признайся, ты ведь обошёлся бы без меня и моего знания города. Скажи честно, я правда могу предупредить Павла? Возражай, я уже бы вас остановил. Всё в порядке. В порядке? Ты уверен, что всё в порядке? Правда? Ася. Любопытно. Простите. Ага. Ага. Ты когда-нибудь пытался выпросить эти часы? И я... Не могу с ними расстаться. Надеюсь, когда-нибудь ты найдёшь в себе силы это сделать. Мне тоже, пожалуй, пора. Вот такая вот у нас получилась сценка. Так. А надо, видимо, идти домой. На самом деле, мне кажется, что у них не только связь с дружбой происходит, скажем так. Ася явно что-то к нему дочувствует. Потому что только раз прощать, это, конечно, либо надо прям так сильно ценить эту дружбу, либо здесь другая причина. На следующее утро Юматов связался со мной и дал знать, что я могу встретиться с председателем Совета Министров. Владимир Сергеевич помог мне с ходатайством. Похоже, его аудиенция с императором также прошла успешно. Тем же вечером. Так, это какие-то охранки. Спасибо. О чём принёс? Часы? Они поймали Павла, выходит? Значит, Ася его не предупредила? Или он просто не поверил? Пока я ждал новостей от председателя, на ней доставили часы. В то же время, петербургский причал. Павел будет сослан в Сибирь. Он застрянет там навечно, если только ему не удастся сбежать. Я так и не встретился с отцом. Вот всё и закончилось. Тот вечер мне удалось немного отдохнуть. Это цепочка Лизаветы. Которую она отдала Теджин, если кто-то не помнит. И я так понимаю, Теджин вступила в партию, да? Раз там была Людмила. И Теджин была рада. Да и отъезда из Санкт-Петербурга оставалось совсем немного. На следующее утро. Он почти всё это время дома приселил, выходит. Как и обычно, реклама всём не прерывает. Но в этом уже ничего нового нет. Привет, Петя. Я буду ждать внизу. Видимо, у Аси к нам есть какой-то разговор. Ну, давайте узнаем. Что это за разговор? Вечи собрал? Да. Встретился с кем хотел? Вы же знаете, мне не с кем встречаться. Вы правда не хотите задержаться в столице? А смысл? Приморье – стратегически важное место. Да и от меня там больше пользы. Людмила Николаевна мне ясно дала это понять. Я должна сосредоточиться на задании. Приморье опаснее, чем здесь. Кита может... Твой японец, конечно, настырный малый. Однако я в опасности в любом уголке России. Что же делать? Я не собираюсь бежать. Разберись со своими проблемами. Тогда опасность минует и меня. Так что хватит занудничать. Займись лучше, Кита. Если нужна помощь, не молчи. Хорошо. Пойдём. Не то опоздаём на поезд. Нет, я, конечно, не против рекламы, но не два раза подряд же, ну. Так, центр Виджон. Вот он, Виджон. Ну-ка, что-нибудь скажешь? Не скажешь. Ладно. Виджон у нас молчит, как обычно. Извините, что не смог проводить вас до вокзала. Не стоит извиняться. Спасибо за всё, что вы сделали. Хорошей вам дороги до Москвы. А оттуда до Владивостока. Надеюсь на скорую встречу. Вернулись... Вернулись ли я когда-нибудь в этот город? Вернулись ли я когда-нибудь в этот город? Ну, наверное, когда-нибудь довернёмся. Я не думаю, что эту локацию чисто на один раз прорисовали. Вот и Москва. Настало время прощаться. С кем? С кем прощаться? Скажешь что-нибудь? Не скажет. С нами же Виджон не поехал. С кем ты собрался прощаться? Так, нам нужен Владивосток. Поехали. Встал и сел. Ясно, понимаю. Кто-то после видимости рассказывает весёлая. А нам не рассказал. Вот как. Извините меня. Я скоро вернусь. И к нам пошёл? Пётр, ты ушёл? У меня вопрос. Какой? Как вы познакомились с Лизой? Она рассказала мне о тебе, но я до сих пор не знаю, как вы познакомились. Ася её успокаивала от чего-то. Лиза была на первом курсе. Я шла выполнять поручение, как вдруг слышу чей-то плач. Плач? Лиза ревела? Да ещё и на улице? Смотрю, а это какая-то азиатка. Кто бы мог подумать, что она кажется кореянкой? Я попыталась узнать, что стряслось, но надвуко отмахнулась и давай дальше реветь. И чем всё закончилось? Два часа слушала её души излияния. Потом она рассказала, где живёт. После этого мы стали иногда встречаться. Так вы с Лизой примкнули к революции вместе? Нет, но я пыталась её привлечь. Только всё бестолку. Интересно. Какой Лиза была в университете? Потешной. Она сильно отличалась от остальных моих друзей. Мы жили в разных районах, но оказалась в разных мирах. Вот как. Спасибо, что рассказала. Подразню её при случае, что развела перед тобой Нюни. Остать чертел мне этот поезд. Едем и едем. А тебе нет? Что поделать? Через две недели будем на месте. Я что-то устала. Пойду, пожалуй, спать. И вновь кошмары. Кошмары. Да, вновь кошмары. Так, Ася и Лизавета. Что тут у нас? В Санкт-Петербурге я повстречала Лизавету. Девушки становятся подругами. Угу, мы это узнали. А что у Лизы? Первокурсницей познакомилась с Ассией по воле случая. Ну, ничего интересного, в общем-то. Борись до последнего. Видели с собой красных волков. Не смей забывать. Ася, дорогая Ася. Ты обещала, что не забудешь. А сама бездействуешь. Все ради этого лжеца. Я не могла его остановить. Ася. Зачем ты мне врешь? Но Петя... У Пети свои цели, а у тебя свои. Посмотри же. Твой путь лежит перед тобой. Газет откуда-то достал. А теперь все спят. Но на самом деле, сидя спать не очень-то удобно. Учитывая, что у них там кровати есть, никто туда не забирается. Типа, видимо, чтобы кому-то не было обидно, потому что места-то всего два, а их трое. Двадцать дней спустя... Двадцать дней спустя, Владивостокский... Владивостокский вокзал. Сейчас по логике надо встречать Лизавета. Похоже, мы на месте. Ну, пойдем. Ну, пойдем. На выход. На выход. Проблем не возникло? Не волнуйся. Теперь все будет хорошо. Ты, Джин, что с крестиком? Что с крестиком? Носишь? Ну, да. Вот и хорошо. Не снимай. А то что? Разревешься? Как ревела перед Асей? Хе-хе-хе-хе. С самого начала. С самой первой встречи, точнее, начал ее троллить. Ладно, не трясись. Твой крестик со мной. Даже после моей смерти. Такими вещами не разбрасываются. Так, надо поговорить Лизаветом. Давайте посмотрим. Может, что-то Тейджин скажет. Не скажет. Ну и ладно. Как прошла встреча? Твой человек мне очень помог. Но я зря волновался. Чуть не забыл. У меня кое-что для тебя есть, Лиза. Пластинка. Которую тот челик из охранки у нее спер. Спасибо, Петя. Знаешь, почему эта пластинка считается редкой? Она была записана на палубе круизного судна Мария, построенного в 1902 году. На том судне установлена паровая машина. Ася, может, тебе... Ася, может, тебе уже рассказывала? Там... Не рассказывала, видимо. Лиза, прости, что перебиваю, но... Так... Хороший... Выбор. Здесь реально что-то есть плохое или нет? Я специально купил эту пластинку для тебя. Но, типа, он ее специально прервал от этой радости. Иначе что-то надо было сказать. А, вот это, наверное, надо сказать. Да? Нет. Прости. Опять я увлеклась разговорами о кораблях. Ничего страшного. Нет-нет, я понимаю. Дорога была нелегкой. Отдых сейчас куда важнее. Надо было брать все-таки первый вариант. Ну, ладно. Увидимся, Петя. И ты отдохни хорошенько, Ася. Спасибо ты, Джин. А-а-а. Несколько дней спустя. Наконец-то выспался. И кошмаров не было. Удивительно. Что без кошмаров? Надо проведать Петра Семеновича. Ой, все до сих пор в паутине. Петя. Ну, берись ты уже. Все в срач просто. Некрасиво же, ну. Самому же, наверное, неприятно жить в таком сраче. Лично мне бы не было приятно. Не, ну хотя он только встал. Но хотя при этом мы знаем, что у него давно срач дома. Так что вообще не аргумент, что он только проснулся. Янчики, давай, поехали. Нужно отчитаться за выполненное задание. Так, дом, по-моему, был не так уж далеко, поэтому... Вот это вот, да? Да, вот это. Пошлите, погнали. Ну вот, собственно, мы и отчитываемся за выполнение нашей задачи. Видимо, не все так гладко. Ты хорошо потрудился. Про газету мне сообщили, осталось дождаться выпуска. Я тогда пойду? Погодите, у меня для вас хорошие новости. Слушаю. Ваше отсутствие нам удалось узнать кое-что о смерти льва. Зацепка есть одна, однако надеюсь, что она вам поможет. Как? Петр Семенович, что слышно о сопротивлении? Волнуешься из-за отсутствия новостей? Я понимаю, что это неизбежно, ведь Япония не намерена ослаблять наблюдения. Похоже, российская страна пока также не расположена к сотрудничеству. Верно. Нужно действовать осторожно. Участников сопротивления не раз арестовывали или вынуждали покинуть страну. Будь осторожен с тем, что и кому говоришь. Я хочу собрать людей и сформировать новую организацию. С виду ничего особенного, ее учреждение будет согласовано с российскими властями. Так у Японии будут связаны руки. Какое прикрытие вы хотите использовать? Целью организации станет поддержка труда и экономической деятельности людей. В России нет причин запрещать создание подобной организации. Формально мы не будем связаны с сопротивлением. Формально. Это наш шанс возобновить военную деятельность. Я сделаю все возможное, чтобы организация выжила во что бы это ни стало. Надеюсь, у вас все получится. Я могу чем-то помочь. Займись, Кито. Какое-то время тебе лучше держаться в стороне от организации. Я подключу тебя, когда ситуация наладится, Петя. Так. Там четыре будет, в принципе, момента в этой следующей главе. Так что давайте ее отыграем, и на этом сегодня мы закончим с вами. Если бы там было восемь, то мы бы сегодня ее не играли. Общество развития труда. Данная организация была создана в мае 1911 года приморскими лидерами национального движения. Приглашенным... Приглашенным председателем стал Джихен Чве, заместитель Пом Духон. С разрешения российских властей участники проводили мероприятия и лекции с целью укрепления национального самосознания. В действительности же организация поддерживала движение за независимость. Окей. Опа. Слово живое и печатное. Часть первая. Новая сюжетная линия. Ну давайте глянем. Что тут у нас? Что вы узнали? Убийца льва молодой мужчина. Это точная информация? Можете не сомневаться. А откуда они узнали? Хорошо. Можете рассказать каким человеком был Лев Сон? Лев был... Не тот голос. Прошу прощения. Лев был настоящим работягой. Без него мы теперь как без рук. Кроме всего прочего, Лев помогал детям Петра Семеновича со школой. Да. Не знаю, что бы я делал со старшим без его помощи. Так, значит он не сын. Он был просто таким... Очень нехорошим другом семьи выходит. Лев был незаменимым для нашей семьи. Для детей он был примером для подражания. Лев решил сражаться против Японии и уехал. После этого новостей практически не было. Оля ничего не помнит. Уж слишком была мала. Однако другие дети иногда спрашивают меня про Льва. Каждый раз я зн... Я не знаю, что им ответить. Но ведь рано или поздно придется признаться. Родным и близким всегда тяжело смириться. Надеюсь, Лев покоится с миром. Старший с какого-то момента перестал задавать вопросы. Он относился ко Льву как к родному брату. Вот как. Я должен выяснить, что с ним случилось. Мои дети заслуживают знать правду. Я не могу придумывать отговорки вечно. Я... Позволь поблагодарить тебя, Петя. А за что? Мы даже ничего не узнали. Хоть мы в принципе все и так знаем. Но ничего еще не рассказали. Я очень ценю все, что ты делаешь. Знаю, как трудно тебе дается моя просьба. Ну что бы. Полагаюсь на тебя. Других поручений не будет. Возвращайся пока домой и отдохни. Тебе нужно восстановить силы после долгой поездки. Тогда прошу меня извинить. Игорь, проводи Петю. Я как-то только понял, что я наверное зря запустил сейчас эту главу. Потому что либо следующий сценарий у нас будет состоять из одной главы. Либо мне сейчас надо ее играть. Посмотрим сейчас, что будем делать. Помимо льва у меня есть к вам еще одна просьба. Какая? Нужно передать письмо. Кому? Человеку по имени Пондо Хан. Пондо Хон. Хан, блин. Ну я знаю, кто это такой, я помню. Только тайна. Никто не должен об этом знать. Пондо Хон. Это тот мужик, да. Вы его знаете? Не то чтобы. Я знаю, кто это. Японские власти им очень интересовались. Он никогда не задерживается на одном месте. Трудно было за ним следить. Именно поэтому я обращаюсь к вам лично с просьбой. Пондо часто наведывается во Владивосток. Встретиться с ним будет нетрудно. Хорошо. Я конечно не знаю, слышно ли это сейчас на записи. Но у меня соседи начали ремонт по ходу делать. Потому что я слышу звук молотка. Так. Пондо Хон. Ну это тот мужик, который на нас наехал. Ни с того ни с сего. Как вы можете вспомнить. А это не он. Ладно, извиняюсь, зря быканул. А это Пондо Хан. А это не он. Серьезно? А про кого я тогда говорил? А, я поговорил про Помюна Ли. Все. Все. Зря вообще быканул. Это не тот вообще человек. Бывший охотник и лидер ополчения. Возглавивший битву при Фендун... Фенун... Да почему такие сложные названия городов? Или это не город, а местность? Но не факт, почему так сложно? При Фену... Фенудуне. Ладно. Смог хотя бы. Со второго раза. Ну или с третьего. Неважно. Дело Помда не терпит отлагательств. Ну и про Льва не забывайте. Можно спросить, как вы получили новые сведения? Все товарищи Льва либо погибли, либо пропали без вести. Однако нам удалось связаться с одним уцелевшим. И нам по всей видимости придется его убрать. Вот как. Этот товарищ Льва тоже кореец? Да, три года назад их свело движение за независимость. Тогда же они и создали тайную организацию. Лев был одним из ее участников. Мы рассчитываем на вас. Я... Прошу меня извинить. Петр Сергеевич. Он начал что-то понимать, да? Еще одно. Думаю, вам стоит это знать. Что-то важное. Что-то уже идите сами. Это связано со смертью Льва. Вот оно что. Ну ты затрясся, он еще ничего не сказал. Ой, там семь. Все. Все, тогда получается следующая глава будет на следующую серию. А, это все? А, ну да, все. Это все. Следующая глава у нас будет... Точнее глава будет уже только 11 числа. Да, ждать будет долго. И причем проблема в том, что пока мы ждем. По факту вот мы вот сидим и ждем. Я не могу вот пойти и смотреть ролики, чтобы получить монетки. Это прям меня раздражает на самом деле. Или по крайней мере я просто не тот момент искал. Ну получается я смотрел ролики, чтобы получить монетки лишь тогда, когда уже была глава опубликована. Ну ладно, 11 ноября. Это, ну не так уж долго, 10 дней еще подождать. Ну в общем-то, вот и все. Такая у нас получается... Сюжетная ветка, которая по всей видимости будет как-то связана... С... Львом. Потому что уже вот начало о Льве. И скорее всего будет дальше продолжаться о Льве. Но рано или поздно они же явно поймут, что это Петр. Или он сам даже признается. Но это мы собственно узнаем... Когда-нибудь, но уже я думаю в ближайшее время. Потому что вот, не так уж и много осталось до конца игры. Последняя часть истории будет опубликована 13 января. А у нас уже начало ноября. Так что... Уже скоро, уже скоро. Но пока, если вы до сих пор не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь. И это прям... Необычная такая дефолтная просьба. А я серьезно. Меня это поддерживает. Тем более, мы почти набрали 100 подписчиков. Там еще 4 человека осталось. И тем более, я еще знаю, что 61% людей, что смотрят мои ролики, смотрят без подписки. Ну-ка, давайте исправляйтесь и подписывайтесь обязательно. Также ставьте лайки, пишите комментарии, которые я все вижу, читаю, лайку и отвечаю на них. Но на этом все. Здесь был Легион. Увидимся в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok